МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Когда-то популярная группа Иванушки Интернешнл спела с нигири нигири. Логичное, но довольно нелепое выражение с точки зрения грамматики русского языка. И это далеко не единственный пример. Звери поют громко закричу, это не припадки, я к тебе лечу, лежа на лопатках. А вот еще один шедевр группы Винтаж. Скажи мне, сколько пузырьков в лимонаде, но не отвечай, зачем тебе это надо. Сегодня поговорим и о русском языке, и о музыке. Это шоу на Абум. Начинаем. Задача игры на Абум найти человека, который, во-первых, быстро думает, во-вторых, обладает большим словарным запасом. Сегодня у нас в студии музыкальные гости, люди довольно необычной профессии. Это диджеи. Меня зовут Денис Винтуна. Я далеко, конечно, не диджей. Я больше всего поэмсить. Увлекаюсь музыкой, пою в группе. Помимо этого, занимаюсь битбоксом. Плюс радиоведущий. Давайте поаплодируем Денису. Денис, давай сразу объясним Серафиме Петровне, который нас сейчас смотрит. Эмси, это кто? Мастер церемонии. Так переводится с английского ведущий. Ведущий в клубе? Да. Отлично. Ну так, продолжаем. Меня зовут Александр. Ник мой диджей Алекс Ред. Являюсь резидентом ночного клуба «Космос» и бароклуба «Барсук». Активно пишу музыку. Начинаю сейчас писать ремиксы, мэшапы. Люблю гулять с семьей и хожу в бассейн. Я думаю, сегодня в процессе игры уже будем узнавать, что такое мэшапы, миксы и так далее, и так далее. А сейчас продолжаем знакомство. Меня зовут Денис. Ник мой диджей Денис Дэн. Играю уже более 18 лет. Также люблю спорт, особенности биатлон, футбол. Ну и люблю музыку. Отлично. Денис, рады тебя здесь видеть. Продолжаем. Меня зовут Евгений. Можно диджекам, можно камыч. Как все, наверное, удобнее и проще. Играю в клубах очень давно, больше 10 лет. С удовольствием дарю людям счастье. Пилю пластинки, очень сильно увлекаюсь скретчем. Думаю, мне сегодня повезет. Мы тоже так думаем. Меня зовут Игорь. Диджейский ник Игорь Шевченко. Являюсь арт-директором одного из ночных клубов города Чебоксар. Люблю играть на бильярде. Люблю все, что связано с музыкой. Отлично. И завершаем знакомство. Всем привет. Диджей Джокер. Больше 20 лет в теме диджейства. Резидент Бакара Холл. Люблю музыку, все, что с ней связано, как и все люди, которые собрались сегодня здесь. Ура. Ура. Ну и Джокер забыл сказать, что его зовут на самом деле Владимир. Владимир, да, прошу прощения. Рады приветствовать. Все отлично. Ребята, пришло время рассказать вам о этом интересном предмете и о правилах нашей игры. Это бомба. Мы ее заводим. Загадываем вам слог, на который вам нужно вспоминать и озвучивать слова. Делать это нужно максимально быстро. Озвучили слово обязательно существительное в единственном числе. Передали соседу и так далее по кругу. В определенный момент останавливается бомба. И в чьих руках она оказывается, взрывается, тот и покидает наше шоу. Не волнуйся так. Не переживай. Все нормально. Итак, первый тур. Первый слог в начале слова. Это слог ле. Лебедь. Поехали. Лекала. Лекала. Лимузин. Лимузин. Да. Ле. Лимон. Лимон. Что, у тебя все тянет на лит. Так. Ле. Леопард. Вот. Лейка. Лейка. Лестница. Лев. Лес. Лес. Лемур. Отлично. Ле. Ребят, можно подсказывать, кстати, выручать друзей, если вдруг... А, ну, согласен. Да. Не очень. Ленин. Никак. Никак. Все молчат, не подсказывают, не лекарства. Лепра. Лекарства, да. Лепра. Лекарства? Лекарства. Отлично. Ребят, вспоминайте песни. Вы же часто песни крутите. Может, там есть слова. Лектор. Лектор, а чего ты? Лезгинка. А, хорошо. Лесоруб. Лесоруб. Лекарь. 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 Лев. Лев был, лев был, лев был, лев был, верните, верните. Лентяй. Лентяй. Как? Ну ты дал. Ну вообще. Далеко не лентяй. Задумано, задумано было. Представляете, такая тактика, сначала всех ввести в заблуждение своими лимонами там. После этой игры я сделал вывод, что надо еще больше читать. То есть я так читаю, но читаю, видимо, не так, достаточно много. Вот. Первый выпал. Не хватило что-то везения. Каких-то вот интересных своих букв. Ну, первый он везде первый. Спасибо. Здравствуйте. Меня зовут Ольга Салтыкова. Я бизнес-тренер по деловому общению и эксперт программы «Наобум». Сегодня я хочу поговорить о слове «камильфо». Это старинное понятие снова ворвалось в нашу жизнь. Появились конфеты «камильфо», рестораны «камильфо», салоны сваленных платьев «камильфо». В переводе с французского это слово означает «как надо», «как следует». Это все то, что отвечает правилам хорошего тона, то, что благопристойно. Кстати, впервые слово «камильфо» появилось в XIX веке. В романе «Евгений Онегин» Пушкин пишет о Татьяне Лариной. Все тихо, просто было в ней. Она казалась верной снимок Дюка «Мильфо». Давайте вот так вот весело с улыбок, смеха начинать каждый тур. Но перед этим еще немного пообщаемся. Напоминаю, мы продолжаем игру «Наобум» с чебоксарскими диджеями. И давайте специально для взрослой аудитории стараемся объяснить, кто же такой диджей и чем он занимается. Диджей изначально это диск-жокей, то есть жокей пластинок, дисков. Изначально пошла аббревиатура именно сочетания этих двух слов. То есть человек, который компилирует музыкальные какие-то продукты. Слушай, мне кажется, знаешь, что ты постараешься объяснить и все больше запутываешь людей, потому что компилируют вот это вот. свести попроще, наверное, будет. То есть плавно перевести одну композицию с другой, чтобы это было наименее заметно и наиболее интересно, наверное, для слушателя или для того человека, который будет двигаться, танцевать. Чтобы вот он как в одном ритме танцевал, да, и тут песня перешла, и он также в этом же ритме, собственно, будет танцует. Не обязательно даже бывает. Не обязательно в одном ритме, но чтобы это было интересно на самом деле. Вот поэтому я произнес слово «компиляция». Поскольку у нас программа о языке, да, и такие вот слова новые, они вошли в обиход наш, давайте вот расскажем, вот пилю, Женя, вот тут ее от тебя. Я пилю диски. Я пилю ни ножовкой, ни напильником, а пилю пластинки, это значит, делаю скретч. Вообще скретч – это один из самых старых элементов диджейнга. Его придумал очень давно Теодор Гранд Визард. Как-то он дома слушал у себя пластинки, и случайно у него и глаз соскочил из нее, и получился довольно необычный звук. Он стал экспериментировать, то есть начал делать движение пластинки вза-вперед, и потом по истечении какого-то времени на публике он это представил. Это давно было вообще? Ты раз уж изучал, может, знаешь, когда это было? Ну, хотя бы в каких годах? В прошлом веке. В 50-х, точно. В 30-х, да. В 50-х, где-то 60-х годах. Вот Денис очень хорошо изображает скретч без пластинок даже, может это сделать. Ну, как-то так. Хорошо, отлично. Так, есть еще термины какие-то? Саша, расскажи про мэшап. Вот от себя прозвучало слово мэшап. Мэшап, то есть смешивание стилей. То есть в одной композиции можно, в принципе, смешать 3-4 трека даже. Самое главное, вот из всего этого хочется вычленить, не побоюсь этого слова, что очень много слов приходит именно, пришло точнее, именно из, ну, английского языка, да? Оттуда. Оттуда. То есть это как бы, ну, не наше изначально. Собственно, как и сама профессия. Сама профессия тоже, в принципе. Хорошо. Ребята, спасибо. Немножко отвлеклись, настроились на следующий раунд. И сейчас у нас слог перемещается в середину. То есть до этого слога и после него должны быть буквы. Улл. В середине слова кулер. Поехали. Булка. Булка. Рулетка. Хорошо. Пуля. Пуля. Ну вот, есть такая вот мясная такая, она на стол ставится с пеном напитком. Ну, пусть будет рулет. Бульбулятор. Бульбулятор. Лиджайское слово. Султан. Ага. Пулевизатор. Мускулатура. Мускулатура. Бицепс. да снова снова к тебе пришла бомба культ я тебе подсказал культ конечно либо можно еще бы культяп 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 вулкан вулкан мулатка складка скульптура тушит да о правилах игры я узнал только собственно самой передачи возможно если бы знал немножко раньше то была бы какая-то тактика а посему собственно несколько год застал врасплох сам себя собственно рубрика ударений сегодня изучаем два вкусных слова свекла и шавель слове свекла стоит буква йо а она всегда ударная с утратой позиции буквы йо в русском языке слово стало писаться вот так и и многие этот овощ стали называть свеклой в словаре ударений указано что правильный только один вариант свекла запоминаем это с помощью веселой поговорки баба фёкла копала свеклу а как о шанель любила щебель это шоу наобума напоминаю что мы продолжаем играть с чебоксарскими диджеями ребята сейчас к вам вопрос расскажите немного о плюсах и минусах профессии диджея первое наверное что это ночная работа это плюс или минус минус я считаю огромный минус потому что ночью все хотят спать ночью все хотят отдыхать а мы работаем веселим гостей это очень тяжело сказывается вообще на здоровье же не скажи о плюсах вот для тебя плюс работы диджеем например самый большой плюс работы диджеем это тоже наверное ты даришь людям позитив радость положительные эмоции и наверное то что я занимаюсь любимым делом из минусов скорее всего это то что идет очень большая нагрузка на слух вот расскажи об этом потому что принципе я думал задавать этот вопрос нет в принципе если не давать особую большую нагрузку нам колонки на монитор который рядом с тобой находится в принципе можно долгий успешно работать но у тебя все нормально сослуха меня в принципе все нормально потому что я грамотно работаю эти все нормально слышал да хорошо проверили плюс то что все-таки много свободного времени то есть свободная графика работа да то есть я уже привык работать ночью то есть работать грамотно то принципе этот плюс и еще то что ты можешь днем больше провести время с семьей самое главное что вы сказали я думаю что каждый это поддержит то что вы занимаетесь любимым делом правда но ведь вы по профессии то не диджеи это же призвание наверняка но кто по профессии учитель физкультуры учитель физкультуры в дипломе написано инженер дипломе написано же открывал смотрел так учитель музыки а еще и специализация такая режиссер детского музыкального театра вот так почти по профессии работы что почти взрослым музыкальный театр да 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 менеджер по продажам менеджер по продажам вот связи с этим поскольку вы действительно все разных профессий вопрос как друзья родственники наверное в первую очередь взрослые поколения относятся к вашей профессии родственники думаю что да действительно занимаемся елндой наверное большинство меня поддержит но я думаю что все-таки есть будущее профессии конечно чем развивается прям ух нужно просто показать уши на мары дорогущим диджеев бабушка смотри а вичи да вот тесто кто-то одобряет кто-то говорит ну приносит твое любимое дело тебе заработок работы но вообще наверно больше до негатива не каждый хочет чтобы его сына или там ну если девочки держи дочь нам работали по ночам среди скажем большого количества не совсем трезвых людей да можно добавить нужно я вот женился совсем недавно и год прошел полтора и поэтому я не помню ревность ох она присутствует потому что вокруг сколько девушек в клубах саш поэтому у тебя в предыдущем раунде молотка всплыла нет нет не поэтому закрыли эту тему и так следующий раунд следующий тур нас все меньше станет еще меньше на одного участника уже скоро и так сейчас слог перемещается в конец слов этот слог за пауза знакомая вам поехали фраза так фаза мало хорошо за за такой зол бывает глаза 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 хорошо что-то не лезет назад ребят помогите что у меня сразу о кстати луза глаза глаза один глаза нельзя в единственном числе призма призма в конце что за слог такой ребята вот так вот на все меньше все ближе к финалу задание все сложнее так 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 вот есть одно слово в голове подскажу слов есть такой цвет береза береза со слухом все нормально у них со слухом что выговорить береза была метастаза не было и не надо антифазы есть такое слово сразу сразу конечно ням ням последние секунды саша последние секунды ну конечно же ждал большего результата но может быть повлияло то что я сегодня ночью работал но в целом сама игра мне очень понравилась то есть позитивные люди собрались все прошло хорошо пройти огонь воду и медные трубы о ком мы обычно так говорим о человеке который прошел в жизни через испытания и многое пережил все мы знаем каким бедствием может быть вода и огонь когда эта стихия в русских сказках всегда героем оказывался тот кто и в огне не горит и в воде не тонет а вот речь о медных трубах пошла немного позже эта часть выражения была добавлена после отечественной войны 1812 года почему так стали говорить дело в том что победители встречают дыховым оркестром а это и есть медные трубы пройти медные трубы обозначает пройти испытания славой и при этом остаться человеком истинным героем это шоу наобум мы продолжаем у нас за столом чебоксарские диджеи и м си в том числе человек который работает с микрофоном ну и с диджеями в частности да коллеги за столом ребят в обычных профессиях есть курс повышения квалификации какие-то соревнования если какие-то такие вот соревнования среди вас чтобы выявить лучших может быть как-то расти профессиональные так далее проводятся самые различные батлы но в основном конечно больших городах то есть приходит неограниченное количество желающих диджеев и соревнуются между собой в умении манипулировать пластинкой или бит джанглинг тоже то есть это когда ты манипулируешь сразу двумя пластинками то есть даже да то есть даже очень похоже на спорт потому что движение очень отточено и требует очень большой координации у нас сегодня за столом было шесть диджеев в чебоксарах их явно больше кстати вот сколько диджеев как вот на вскидку хотя бы можете сказать при месяц каждом месяце все больше и больше да каждый второй вашей диджеи ну то есть если вот например человек покупает фотоаппарат он автоматически становится фотографом да а что нужно купить диджею чтобы стать диджеем скачать программу на компьютере скачать музыку и музыку вконтакте популярные нажать и все кстати о популярной музыке давайте вот пока действительно заговорили самая-самая популярная музыка сейчас в направлении или может быть прямо по названиям треков от чего люди танцуют на танцполах сейчас попсовая музыка самую популярность все что звучит на радио на музыкальных каналах теле и по телевизору но есть же определенная все равно политика клубная политика не знаю политика диджея я не ставлю например вот какую-то определенную подходит например человек ну вот он я не знаю офицер и подходит он и говорит игорь поставь офицеры олега газманова несменный хит поставишь нет даже в ремиксе даже время даже мы шапе если если даже если хоть подойдет и будет пилить смотря сколько денег вот следующий мой вопрос тогда самые популярные это диджеи это самые высокооплачиваемые диджеи я думаю да самые популярные диджеи в россии вообще в мире сейчас кто списке форбс самые высокой оплачиваемые диджеи это келлин харрис реально что не трек то хит было бы интереснее солнечебоксару да я не знаю сколько нужно заплатить он не приедет любом случае он не приедет он приедет максимум на стадион хорошо ребят я вам желаю удачи абсолютно всем не только в нашей игре но в первую очередь вашей профессии вашей работе и сейчас у нас следующий раунд это уже полуфинал между прочим вас трое полуфинал и сейчас слог у нас будет универсальным то есть он может быть как начале так и в конце и в середине слова в том числе этот слог готовы а ю как я со в курсе привыкли это слог ца царица поехали цапля царь пуговица я не играю сацка подойдет да да царь пуговица и дать его в начале середине в конце ну это же легче ну да блинница а рукавица куница нет куницы не было здесь девочка есть мальчик а в простонародье говорят эй слышь у меня родился да пацан скажи все пацан да вот молодец подсказал а что за слов то царица была царь был царь был и куница было капельница но теперь я точно подсказывать не буду время наездница наездница пепельница 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 евгений женя блюдца блюдца малинница вот это поворот ребята принципе вообще все так легко и просто только нужно всего лишь собраться и все британский писатель и драматург джеймс барри автор знаменитой сказки о питере пенни придумал образ главного героя не случайно питер пенн мальчик который никогда не повзрослеет это посвящение старшему брату автора который умер в 13 лет и навсегда остался юным в памяти родных у нас финал ребята давайте перед финалом немного пообщаемся и пообщаемся вот о чем о будущем о людях которые только хотят прийти в профессию какими навыками изначально нужно обладать и каким можно научиться вот расскажите игорь я считаю что изначально нужно любить музыку все остальные технические моменты если у тебя самого не получится как ну допустим я сам учился маучка есть много музыкальных школ даже у нас в чебоксарах у нас в чебоксарах есть люди которые учат диджей иметь слух это плюс огромный для диджея иметь чувство ритма это тоже огромный плюс да я думаю без него никак потому что как он будет сводить один трек с другим если он не имеет чувства ритма вообще никакого надо быть на самом деле просто крутым и все вот он рецепт нужно быть просто крутым ребят давайте выясним кто из вас круче сейчас а это финал поскольку у нас программа выходит перед новым годом кстати с наступающим вас спасибо здание будет неожиданным новогодним и очень музыкальным ребята я специально сейчас разговариваю как человек на детском утреннике потому что сейчас вам предстоит вспоминать новогодние песни и названию либо строчки можно напеть если вдруг есть желание передаем бомбу поехали в лесу родилась елочка а маленькой елочке холодно зимой да игорь а ну-ка давай-ка гулять выходи да новый год намщится дискотек авария бессменный хит бессмертный мэри крисмас мэри крисмас нормально опять же вернусь в дискотеке аварии с новым годом с новым годом с новым годом с новым годом есть такая песня я слышал хорошо ну давай давай вот по тем из детства из детства много же не было у меня детства я родился таким я родился на улице ну там ну да скоро корпоративного не игрушки это как-то поет это свечи и хлопушки отлично передай так часики вот это джетки сетки это другая уже блестящие блестящие пять минут пять минут а группа динамит белый снег за твоим окном упадет есть такая песня есть вот и наступила зима а ну да ладно хорошо допустим про зиму пока бы не было зимы надо рада 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 называя песню я не буду но с меня а оператор я скажу у кого уносит кого уносит скоро белый 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 снег газманов виралентая рано арбитр быстрее последние секунды и вернув Новый год, Новый год, Новый год, да не знаешь, что ты? Это много или мало? Пять минут было. Перед камерой мало работаю, поэтому вообще очень все тяжело. Мысли сбиваются в одну кучу, тяжело вытащить оттуда какую-то определенную мысль, песню, что-то такое. Было тяжеловато. Ну вот и настало время поздравить победителя, Денис, я тебя поздравляю. Была какая-то тактика в процессе игры? Нет, не было абсолютно никакой тактики. А, хотя нет. После слова, которое я назвал, сразу думал. А, ну это обычно привычно. Впечатления об игре, расскажи. Неожиданно, если честно, оказался на этой игре, но огромное всем спасибо. Ну самые лучшие вещи, они случаются, знаешь, вот так вот. Неожиданно, спонтанно и так далее. Скажи, как ты думаешь, удастся с кем-то из тех, кто сидел за столом поработать еще в паре после того, как ты их выиграл? Обязательно. Я думаю, никак не повлияет сегодняшняя игра на наши дальнейшие отношения. Поздравляю и вручаю тебе с удовольствием подарки, ну так же, как всем ребятам пригласительный в батутный парк. И наш главный приз – это сертификат на посещение тренинга, семинара, мастер-класса на твой выбор в компании «Бизнес Диалог». Спасибо огромное! Бизнес Диалог – это фирма, которая развивает и оценивает персонал, а также проводит семейные тренинги. Сотрудники организации учатся грамотно писать деловые письма, вести переговоры и общаться с посетителем, как того требуют современные стандарты клиента-ориентированных компаний. А вот тренинги для родителей с детьми, например, «Управляю временем и все успеваю», «Этикет», «Протокол», «Хорошие манеры», «Публичные выступления» – легко и убедительно. Компания «Бизнес Диалог» – это современные арт-технологии, интерактивные формы развития интеллекта и профессионализма. Выбирайте программу на сайте и обучайтесь с удовольствием. Команда программы «Наобум» поздравляет вас с наступающим Новым годом и желает вам провести эти новогодние каникулы с пользой. Можно, к примеру, придумать свой шуточно-новогодний словарь. Людей, которые отвечают за салюты, можно назвать, например, главбухами, а сами новогодние каникулы – ледниковым периодом. Меня зовут Михаил Морозов. До встречи.